Чтобы помыться, жильцы этого дома каждый день вынуждены проходить квест. Проблемы с горячей водой в квартирах начались еще в 2019 году, когда их дом подключили к новой котельной. Как подключили 22-ю, тепловая компания Шипоновская начала обслуживать нас. У нас вода была минимум 40 градусов, максимум. Потом все меньше, меньше, меньше. И в конце концов в этом году, вообще нет, уже год у нас еще нет воды горячей. При строительстве этой котельной занизили вроде как бы трубы, не тот диаметр поставили. Поэтому вам не хватает воды. До этого нам хватало воды, после год нам не стало воды хватать. Вообще, когда подключили эту котельную, настолько грязная вода шла, вот грязь, натуральная земля. У нас ванны поиспортились из-за этого, потому что чистили, и чистили, и чистили. Как мазутом все было смазано. Многочисленные обращения в различные ведомства не дают результатов, подчеркивают жильцы. Перебои с горячим водоснабжением начались после установки управляющей организации циркулирующих насосов во внутреннюю систему горячего водоснабжения многоквартирных домов по переулку Олимпийский, тем самым нарушив гидравлический режим подачи горячей воды в трассе по улице Севрикова. В ведомствах наличие проблемы признают, однако мер, которые все-таки ее решат, не предпринимают. Но зато плата за коммунальную услугу по горячему водоснабжению не взымается. Дом, когда перешел в мое управление, у них уже были проблемы с горячей водой, то есть были разбирательства. Мы со своей стороны на вводе составляем акты, обращаемся в ресурсоснабжающую организацию. Пытались, проходили по трассе уже своими силами, с теми же ресурсниками, там, где возможно было перекрыть. То есть при отсечении ряда домов, которые идут от трубы на другую сторону, сюда вода заходит. Как только регулировку начинают делать, чтобы еще раз, два, три, четыре дома по этой ветке, все, температура воды падает. Ресурсовик, Шипуновская тепловая компания, отказалась от комментария по телефону. Мы направили официальный запрос. Как справляемся? Если есть возможность, есть баню и стопить где-нибудь и помыться. На газе греем и моемся. На газе греем воду и моемся, а больше выхода. Грязно не пойдешь. Кстати, с тех же времен начались проблемы и с отоплением. Однако оплата за тепло по полному тарифу возмущены жильцы. Получается месяц около 7 тысяч. Только за отоплением. Отопление только одно. Вот у меня трехкомнатная квартира, я за отопление площадь почти 7 тысяч. Ну, только за отопление. И получается, квартира зимой у меня выходит около 11 тысяч. И мерзнем, и болеем. Еще на первых этажах вообще холодно. Ни полотенчики не прогреваются. У нас от воды до горячей полотенчики. Сыра в квартире. Вся эта техника бытовая портится. Все ржавеет, все холодно. Ну, вообще невозможно. Мы в основном здесь уже все в доме почти пенсионеры. Ну, ладно, лето прошло. Мы там в бане туда-сюда, кто-то одет, а как-то зима наступает. Все, не помыться ничего, утром встаешь, вода ледяная. Это же ужас один, ну что такое. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.